Всем привет дорогие друзья, вы на канале Lebo Animations и сегодня я хотел вам представить очередной выпуск рубрики является ли, на котором мы рассмотрим набор из серии Звездный Войн, прямиком из 2009 года. Набор называющийся бронированный штурмовой танк сепаратистов, впервые появившийся в полнометражной мультфильме Звездные Войны и Война Клона. Также в конце будет сравнение с версией выпускавшейся в 2015 году по первому эпизоду, поэтому рекомендую досмотреть это видео до конца. Все справочную информацию вы сейчас видите на экране, ну и давайте же приступать к обзору. Что ж, еще с инструкцией. Сначала скажу, что она в очень плохом состоянии, она вся потрепанная, вся поклеена скотчем, но также в ней хватает нескольких кусков. Тем не менее, в принципе она сохранилась достаточно цело. Сверху есть логотип Лего Звездные Войны с шлемом клона первой фазы брони по мультсериалу, артикул 8018, ну и сам набор. Кстати, на заднем фоне Город Планеты Кристофсис. Дальше представлен совет по сборке, ну и сама сборка начинается с третьей страницы и заканчивается в 57-й. Дальше распределитель деталей, все функции набора. Сив-истребитель Дарта Вейдера, сделанный к десятилетию Звездных Войн. Ну и вот такой вот постер с наборами той линейки по воинам клонов. А в конце часть наборов 2009 года по Звездным Войнам. Ну и теперь давайте обсудим мини-фигурки. И начать хотелось бы с Магистра Йода, сделанного по материалу Звездные Войны. Война клонов. Думаю, что в представлении Магистра Йода не нуждается, ибо он является одним из самых популярных персонажей франшизы. Тем не менее, я решил поделиться несколькими фактами, о которых вы раньше могли и не знать. Первый факт. В каноне то еще неизвестно, когда родился Йода. Но в легендах он родился в 869 году до Битвы на Ивине. Если что, Битва на Ивине и четвертого эпизода киносаги является точкой отчета всех событий во вселенной. И поэтому говорят до Битвы на Ивине и после Битвы на Ивине. Ну так вот. Ио умер он в шестом эпизоде. То есть в четвертом году после Битвы на Ивине. Следовательно, он прожил 873 года. Второй факт. В каноне о предыстории Йоды практически ничего не известно. Но в легендах есть намного больше информации. Так, например, в легендах известен учитель Йоды. Нката Дель Горна. Третий факт. Магистр Йоды использовал четвертую форму боя на святых мечах. Атару. Которая была хорошо узнаваема, похарактерена для нее быстрым мощным ударом и акробатическим приемом, принявшись в каждой защите такт для нападения. Ею также пользовались такие персонажи, как Квайгон Джин, Люк Скайуокер и Асока Тан. Первое сравнение Магистра Йоды будет с версией 2013 года из набора ATR-T под артикулом 75.002, также сделанная по материалу «Звездные войны. Война клонов». Более новая версия сохранилась у меня гораздо лучше, что заметно по волосам на головах фигурок. В любом случае у фигурок есть и другие отличия. Например, наличие принта у более новой версии на спине. Второе сравнение будет с версиями по фильмам. Здесь представлены версии 2002, 2013 и 2018 годов. Как вы сами видите, отличий очень много. Единственное, что объединяет все эти фигурки, так это песочный цвет одежды и коротенькие ножки. Следующими фигурками набора является солдат-клон, облаченный в первую фазу брони и сделанный по мультсериалу «Звездные войны. Война клонов». Напомню, что солдаты-клоны – это искусственно созданные и генетически модифицированные клоны Джанго Фетта, которые являлись основной боевой единицей Великой Армии Республики во времена Воин Клонов. Фигурка облачена в классическую белую броню первой фазы. Слово говоря, данные фигурки не обладают большой редкостью, так как они шли аж в 15 наборах. В качестве сравнения я хочу привести мини-фигурку солдата-клона, также первой фазы брони, но уже по второму эпизоду 2013 года. Кстати, какая версия вам нравится больше? Пишите в комментариях. Мне лично больше нравится версия по мультсериалу. Следующей мини-фигуркой набора является боевой супердроид сепаратистов B-2 H-A, который является лучшей моделью боевого супердроида B-2. Такие модели были созданы для уничтожения бронированных целей и огневой поддержки дрейдек и дроидов B-1. Отличительной особенностью является встроенная рука пушка, которая стреляла либо боеголовкой, либо самонаводящейся ракетой. Хоть мини-фигурка считается редкой, назвать ее уникально достаточно сложно, потому что единственной ее отличительной особенностью является рука пушка. В остальном это обычный супербоевой дроид серии B-2. Ну и завершает обзор фигуры Бой дроид B-1, которые, кстати, являлись основой армии дроидов Торговой Федерации, а впоследствии и армии дроидов сепаратистов. Мини-фигурка достаточно популярная, и я думаю, у каждого поклонника Лего Звездных Войн она есть, поэтому застретание внимания я не буду. Ну и за мини-фигурки этот набор получает плюс-минус. Все дело в том, что хоть их и семь, что для наборов серии Звездных Войн достаточно много. Большинство из них не имеют никакой редкости и уникальности. Давайте разберем все семь мини-фигурок входящий в набор, чтобы понять, насколько мое мнение верно. Солдат-клон появлялся аж в 15 наборах. Дроиды являются одними из самых популярных мини-фигурок в серии. Дроиды B-2HA хоть и являются уникальными для данного набора, но я уже ранее говорил о них в своем мнении. И получается, что единственной интересной и редкой мини-фигуркой является Магистр Йода. И то, улучшенную версию мини-фигурки Магистр Йода по войне клонов проще достать из более популярного набора 75002. Если бы в этот набор положили какую-нибудь интересную и уникальную мини-фигурку, типа генерала Уорома Лаоцема, надеюсь, что я правильно прочитал, который как раз появлялся в полнометражном фильме, по которому я сделал этот набор, и который командовал армией дроидов, атаковавших Кристофис, то тогда бы я поставил однозначно за мини-фигурки этому набору плюс и восхищался ими. Но увы, что есть, то есть. На этом я заканчиваю обзор мини-фигурок. Теперь переходим к самому набору и для начала справочная информация. Бронированный штурмовой танк, с английского Armored Assault Tank, сокращенно AAT, являлся основной наступательной бронетехникой Торговой Федерации до присоединения КНС. После начала войн клонов, AAT в огромных количествах поставляла и использовала на поле боя концентрации независимых систем. AAT ближе всего относился к классу средних штурмовых танков, так как основным преимуществом машины являлась скорость. AAT широко использовались для уничтожения пехоты и техники врага. Как и большинство антигравитационной военной техники, танк мог двигаться боком. Танки имели в своем арсенале ракетные установки, установленные у основания корпуса, тяжелые противопехотные пушки по бокам, а также мощное противотанковое орудие, размещенное на вращающейся башне. Экипаж машины составляет 4 боевых дроида B1. Также была возможность вождения для большинства разумных рас. Ну и перед тем, как приступить к детальному обзору набора, давайте обсудим пропорции. Сравнивать размеры мы будем на примере супер боевого дроида. То есть мы рассмотрим, сколько в модель танка помещается в супер боевых дроидов. В модель реальную и в модель этого набора. Получается, что 9,75 метров это длина в реальности танка, и около 2 метров это высота супер боевого дроида. То есть в танк в реале помещается около 4,9 супер боевых дроидов. В эту же модель, учитывая, что ее длина 22,5 сантиметров, а высота супер боевого дроида 5 сантиметров, помещается 4,5 супер боевых дроидов. То есть 4,1 разница между вот этими вот размерами. И эта разница не особо велика, и ее можно пренебречь. Ею можно пренебречь. То есть пропорции практически совпадают, и это радует. Мне нравится, как сделаны башни и основное орудие. А также хочу заметить, что эта постройка очень приближена к оригиналу. Тем не менее, мне не нравится, как сделан люк. Вот эта вот крестовидная деталь, она вообще не понятно, как сюда попала, так как в оригинале ее не было. Также я не понимаю, что в наборе делают детали светло-синего и темно-серого цветов. Все дело в том, что в оригинале модель обладает всего лишь тремя цветами. Это черный, темно-синий и светло-серый. Тем не менее, если судить объективно, то это путики. А вот что реально ввели с недостатком, так это кабина. Помимо того, что она просто пуста, и в ней нет никакой панели управления, так какая-либо другая фигурка, кроме дроида B1, в нее не влезает. Корпус решил не отставать от кабины, и получился тоже достаточно спорным. Помимо того, что люк должен быть в два раза больше, чем он представлен в наборе, так еще он должен обладать овальной формой. Следовательно, вот эта вот крышка должна быть в два раза меньше. Помимо этого, люк не просто должен играть декоративную роль, какая у него в этом наборе. Он должен являться проходом внутрь для управления танком, чью роль играет эта самая крышка. Кстати, забегая вперед, в версии 2015 года конструкция люка реализована гораздо лучше. Хотя, с другой стороны, если не быть таким продирчивым, то данный недочет очень уместно вписывается в общий дизайн. Поэтому здесь не все так однозначно, как, например, с кабиной. В остальном же все сделано на очень высоком уровне. Особенно мне нравятся, как сделаны генераторы питания. Теперь бы я хотел уделить внимание тяжелым противопехотным пушкам. Мне очень нравится, как они сделаны, и у меня нет к ним никаких претензий. Теперь я бы хотел обратить ваше внимание на основание. Платформа сделана хорошо и в плане дизайна, и в плане функционала. Она большая, хорошо подобраны детали, и гармонично смотрятся цвета. Помимо этого, по бокам можно расположить фигурки, благодаря чему можно развернуть много интересных сценок. Единственным дочетом являются те самые орудия у основания. Сейчас, я думаю, вы удивитесь, но вот эти вот наклейки и являются теми самыми орудиями. Почему леговцы не могли завести полноценную функцию? Ответ очевиден, поленились. В этом плане, конечно, версии 2015 года гораздо лучше. Но всему свое время. Внутри же нас ожидает... Кстати, внутри дизайнеры конкретно так накосячили. И вместо панели управления, или хотя бы на цвет их детали, они добавили бесполезную радугу. Небольшая постройка, которую, наверное, даже можно назвать спидером. Вот что леговцы спрятали внутри набора. Постройка хоть и простенькая, но интересная. За счет того, что в ней используются много полезных деталей. Тем не менее, проблема заключается абсолютно не в этом. Проблема заключается в другом. Я не понимаю, что это такое, и где это применять. Просто абсолютно непонятно, как танк может лишиться ядра, центра, откуда он управляется. Почему нельзя было просто сделать статичную платформу для нескольких фигурок, которые бы и занимались управлением танком, как это и было в оригинале. Тем не менее, эту постройку можно зафиксировать внутри, чтобы она играла роль центр управления танком. Пусть это не сравнится с тем, что должно было быть изначально, но в целом это выглядит достаточно неплохо. Поэтому мне в целом понравилось, хоть можно было и лучше. Ну и теперь давайте подытожим. Детализацию этот набор получает плюс с волной. Благодаря достоверным размерам, хорошо сделанной башне, хорошо сделанным боковым орудием, основанию. И даже корпус, хоть и получился не соответствующий оригиналу, он отлично вписывается в общий вид модели. Только внутренности меня несколько разочаровали. Но и то, на вкус и цвет товарища нет, и может кому-то понравится такая оригинальная идея. Но несмотря на это, в общую моделью я доволен. И на самом деле, в целом, все недостатки незначительны. Теперь перейдем к функции. И первой из них является вращение башни. К сожалению, она двигается не на 360 градусов, но это легко исправить, и об этом поговорим чуть позже. Еще мы по-разному можем крутить боковые орудия. В качестве выстреливающей функции в наборе есть ракеты, находящиеся по бокам. Вообще, достаточно спорное решение, потому что эти боковые орудия нужны для борьбы с пехотой. Если танк их лишится, то он будет очень уязвим против нее. Но ладно, сочтем это за игровую условность. Что касаемо самих ракет, стреляют они достаточно плохо. Еле-еле смогли сбить незакрепленную мини-фигурку. И поэтому я одобряю их замену пружинами и ракетками, которые выпускаются в наборах сейчас. Также, как несложно догадаться, открываются люк башни и крыша корпуса. Теперь, возвращаясь к башне. Она должна крутиться на 360 градусов. Но дизайнеры почему-то решили зафиксировать ее. Убрав фиксирующие детали, все заработает. А главное, никакого отрицательного эффекта не будет. Только улучшится функционал. Ну и последней функцией набора является возможность вытащить спидер из танка. Ну и за функции я ставлю плюс. Их много, реализовано не оригинально, и у меня практически к ним никаких придирок нет. Хотя нет, все-таки есть одно но. Надо было вместо наклеек внизу запихнуть ракеты, где они и должны были быть, а не располагать их по бокам. Но это так, просто недовольство фанатам. Кстати, в версии 2015 года в этом плане все как надо. Ну и теперь переходим к обещанному мною сравнению. Сравнивать я буду две версии. Версию из набора 8018 2009 года, которую как раз я обозревал в этом видео. И версию из набора 75080 2015 года. Сравнивать я буду по четырем критериям. Минифигурки, детализация, функции и комплектация. Комплектация это новый критерий для моих видео, который я буду использовать в обзорах и сравнениях, но не на постоянной основе. То есть в каких-то видео я буду использовать, а в каких-то нет. Критерий этот заключается в том, что достаточно ли в набор положили минифигурок, техники или сооружений, чтобы можно было разрывать какие-то сцены. Допустим, сражение, погоню или какой-то эпизод из мирной жизни. Допустим, тушение пожара. В этом видео я этот критерий решил не использовать, но в будущем, в каких-то обзорах или сравнениях, возможно он будет всплывать. Это было недолгое отступление, чтобы вас проинформировать, так что теперь пора возвращаться к сравнению. Начнем с минифигурок. Хоть я и несколько критиковал минифигурки из версии 2009 года, они однозначно лучше, чем минифигурки из версии 2015 года. Ну сами посудите. В наборе два дроида, которые являются, как я ранее говорил, одними из самых популярных минифигурок в серии, и еще Джа-Джа Бинкс. Который сам по себе очень спорный персонаж, которого многие недолюбливают. Да и в принципе он просто не нужен. Где его использовать в Лего? Только если в массовке в какой-то самоделке или мультике. В версии Жи 2009 года минифигурки просто интереснее и имеют большую ценность. Поэтому за минифигурки я однозначно отдаю балл версии 2009 года. Теперь обсудим детализацию. Здесь на самом деле очередное подтвердение тому, что дизайнеры Лего очень странные люди. Потому что в версии 2015 года были исправлены обе проблемы версии 2009 года, которые я упоминал в видео. Но в то же время было создано кучу новых. В версии 2015 года были исправлены две проблемы прошлой версии. Во-первых, они увеличили люк в два раза и соответственно уменьшили крышу в два раза. И теперь основание выглядит так, как должно было изначально. А во-вторых, они вместо спидера из версии 2009 года сделали зафиксированную платформу. Но они забыли, что внутрь можно забираться не только с помощью люка, но и сзади. Как это и было в версии 2009 года. Но в то же время мы получили маленькие размеры, ужасную цветовую гамму, уродливые пропорции и абсолютно неподходящие детали. Что это за конусы на корпусе? Что это за балки в генераторах питания? Кому вообще пришло в голову добавлять детали? В общем, за детализацию я однозначно отдаю балл версии 2009 года. Теперь обсудим функционал. И по-моему, версия 2009 года в этом плане уступает версии 2015. Объясню почему. Во-первых, они поправили просто какое-то идиотическое недоразумение с башней. И теперь она крутится на 360 градусов. Во-вторых, ракеты теперь находятся не по бокам. Что тоже достаточно странное решение. А у основания. Где они должны были быть. Помимо этого, так как они убрали всю концепцию спидера внутри танка, вытаскивать изнутри уже нечего. И хоть эта возможность и разноображивала игру, и создавала новые игровые ситуации, мне она лично не очень понравилась. И поэтому я зачел этот пункт к плюсам версии 2015 года. Хотя некоторые со мной могут не согласиться. Также хотелось бы отметить, что в версии 2015 года, благодаря пружинному механизму, функция, связанная с ракетами, стала гораздо лучше. Ракеты стреляют и дальше, и мощнее, и выпустить их гораздо легче. Тем не менее, версия 2015 года расстроила меня отсутствием возможности двигать боковые орудия. Ну кому, это же очень серьезный достаток, как дизайнеры вообще смогли его допустить. И даже несмотря на это, в этом раунде, я думаю, я отдам свое предпочтение версии 2015 года. Ну и последним критерием будет комплектация. Версия 2009 года может порадовать нас неплохим балансом. На стороне КНС уступают сам танк, два дроида для его обслуживания и три супервойевых дроида для его защиты. А на стороне республики выступают клоны магиста Рьода, которые, как было показано в материале «Звездные войны. Война клонов», может уничтожить такой танк и запросто расправиться с дроидами, которые его обслуживают и защищают. Версии 2015 года у нас на стороне Тарковой Федерации опять же сам танк. Один бедный дроид, которому придется сразу на двух местах сидеть, чтобы танком этим управлять. И еще один дроид для защиты танка. Против них же выступает только Джа-Джа Бинкс. Не, ну, конечно, может быть, это секретный план Джорджа Лукаса. И этот косяк является не проклом дизайнеров, а кусочек пазла для теории о том, что Джа-Джа Бинкс — лорд Ситхов. Ну тогда ладно, вопросов нет. Лукас вправду прирожденный гений. Ведь если Джа-Джа — это лорд Ситхов, то он хоть сотню таких танков одним щелчком уничтожить может. Непонятно только, зачем ему оружие дали, ведь он и без них спокойно может справиться. Но если серьезно, то что один гунган может противопоставить целому бронированному танку? Если они хотели повторить сцену с первого эпизода, по которой сделан этот набор, то почему они не положили в набор Кааду — репто-птицу с планеты Набу, на которой передвигались гунганы, и с помощью которой Джа-Джа Бинкс и попал на танк, впоследствии выведя его из строя? Ну или хотя бы могли положить еще одного гунгана. Типа один отвлекает, а другой уничтожает. В общем, сравнивая комплектацию этих двух наборов, я отдаю свое предпочтение версии 2009 года. Ну и пора подводить итоги сравнения. В этом напряженном соревновании мы сравнивали две версии бронированного штурмового танка, сокращенно AT. И со счетом 3.1 победила версия 2009 года под артикулом 8018. Ну и прошло время подводить итог обзора. Его результаты вы видите сейчас у себя на экранах. И теперь я отвечу на несколько ключевых вопросов. Прошел ли этот набор проверку временем? Стоит ли тратить время на его поиски, лишнюю встречу с продавцом, или ожиданием, когда его привезут в службу и доставке? Да и вообще, является ли этот набор достойным вашего внимания? На все эти вопросы у меня есть один единственный ответ. Если вы коллекционируете лего или собираете армию дроидов, то этот танк является одним из лучших представителей техники сепаратистов. А может даже и лучшим. Даже несмотря на то, что я немного критиковал его в обзоре, я все равно считаю, что он очень красив, у него разнообразные функции и достаточно много фигурок. Я очень ждал новую версию этого набора, приуроченного в выходу седьмого сезона Войн Клонов, которая должна выйти уже совсем скоро, в конце июля или в августе этого года. Я надеялся, что они допилят потенциально перспективную версию 2015 года, увеличив ее размер и исправив немного пропорции, удлинив боковые орудия и дав им возможность подниматься вверх и опускаться вниз. Но каково же было мое разочарование, когда мы увидели вот это вот нечто. Мне кажется, он уступает во всем, кроме мини-фигурок, даже версии 2015 года. Поэтому даже несмотря на то, что новая версия этого танка появится на прилавках магазинов уже совсем скоро, я все равно рекомендую вам именно набор 2009 года. Единственным серьезным недостатком этого набора является его редкость, как-никак он 2009 года, и поэтому просто прийти в магазин и купить его невозможно. Поэтому для того, чтобы приобрести этот набор, придется воспользоваться сторонними торговыми площадками. Например, отечественными Авито или Юлой, или международными Бриклинком или Эбэем. Ну и под конец обсудим цену. В БУ состояние красная цена этого набора 4000. Это при учете того, что будет полная комплектация, все мини-фигурки и инструкция. Если же вы вдруг захотите купить этот набор новым, то есть запечатанным в коробке, то его красная цена 10 тысяч. Думаю, это все, что я хотел рассказать, и поэтому пришло время заканчивать обзор. Мало кто досмотрит это видео до конца, но если же вы относитесь к тем, кто его досмотрел, то знайте, что я вас за это очень благодарю. Потому что я пытаюсь довести до идеала все свое видео, не обделяя никакие его фрагменты. Но когда я смотрю на среднее время просмотра и вижу там 3 минуты у 20-минутных роликов, мне действительно становится больно за то, что зрители не ценят мои старания. Возможно, это связано с тем, что видео достаточно скучные и длинные. Поэтому этот ролик я делал очень долго, чтобы сделать его максимально веселым и интересным. И если вы оценили мои старания и видео вам понравилось, то не забудьте поставить лайк, потому что для меня это очень важно. Понимать, насколько вам нравится тот или иной контент, помогает мне быть ближе с аудиторией и соответствовать вашим требованиям. Также, если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь на канал и не забудьте включить оповещение. Потому что мои видео в последнее время проседают по просмотрам. И видеть, как мои стримы собирают максимум 5 человек одновременно очень неприятно. Ну и под конец, опять же, всех благодарю за просмотр этого видео. Всем удачи и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok